Добрый вечер! В центре внимания люди и их проблемы. Глава региона Анатолий Лис провел прямую телефонную линию с жителями Берестейского края. В ходе трехчасового общения руководитель области ответил на 36 вопросов. Его призвание – сцена. Его жизнь была посвящена театру. Он жил и работал на износ. Воспоминания коллег и друзей об ушедшем из жизни актере Константине Перепелице. По-настоящему народном артисте. Десять картин известных китайских художников переданы в дар Брестскому художественному музею. С рабочим визитом Брещину посетила делегация представителей Белорусской конфедерации творческих союзов в Китае. Обо всех этих событиях и не только о них мы расскажем вам прямо сейчас. Задать вопросы руководителю области Анатолию Лису смогли сегодня жители Брещины во время организованной прямой телефонной линии. Десятки звонков поступило на многоканальный телефон. На 36 председатель облсполкома ответил лично. Разговор продолжался три часа. Следует отметить, что с начала 2015 года глава региона провел с учетом сегодняшней пять прямых телефонных линий. Порядка 200 человек смогли получить ответы на наболевшие вопросы. Лариса Осмолович послушала, что тревожит жителей Полесского края в этот раз. С 68 года я здесь живу. Вообще дом с 24 года. Ни разу здесь не делался капитальный ремонт. Нету ни туалета, ни ванны, ничего. У нас когда даже вот умывальник есть, холодная вода, да, у нас когда ливень большой, да, дождь, у нас в умывальник на второй этаж подымается вода. Подымается вода, да. Собирается в колодце там вода. И вот за счет этого, что здесь все сливается в колодец, у нас идет, потому что у нас, оно идет не в центральную, как говорится, канализацию эта вода, а просто мы сделали для себя эту. И вот у нас ничего нету. Туалеты наши там вот находятся. Нам можно пройти, посмотреть. Это нам вот ночью добираться, вот, посмотрите, докуда идти в туалеты. Вот наши находятся туалеты здесь, напротив окон на областной библиотеке. Рядом, рядом тротуар. И как скажите, можно ночью, да, и ребенок 7 лет дома, как можно сходить в этот туалет? Зимой вообще. Я не знаю, ну хотя бы, я понимаю, что это частная собственность сейчас, как наша выкупленная квартира, да, как говорится, приватизированная. Но за 91 год, то можно было бы что-то сделать. Правда ведь здесь? В таких условиях просто нереально жить уже. Это, так сказать, внешняя часть тех условий, в которых живет брещанка Наталья Брекун в центре города Бреста на улице Кирова 69. Внутри обстановка ничем не лучше. Стены сыпятся, проводка искрит, баллоны с газом находятся в квартире, нарушая все пожарные нормы. Список неудобств можно продолжать. Накипело, говорит Наталья. Хочется пожить в нормальных условиях. Обращения в ЖЭСы заканчиваются незначительными поправками, которые саму проблему не решают. А дому, между тем, мало что осталось до празднования столетия капремонта он не видел. Что делать и как быть дальше? Если дом под снос – одно решение. Если и дальше жить, в нем должно быть другое отношение к вопросу. Семье Брекун нужен конкретный ответ. С просьбой помочь разобраться в ситуации Наталья обратилась к главе региона. Ситуация не из простых. В ходе прямой линии ее не решить, но Анатолий Лис взял ситуацию под личный контроль. Понятно, что если этот дом будет существовать и он под снос не попадает, значит как там жить? Значит вы абсолютно правы в этом плане. Есть проблема в том, что он приватизирован и квартиры, поэтому надо будет привлекать ваши средства, а не за счет бюджета. Потому что за счет бюджета этого делать в частных квартирах никто не будет и нельзя. Мы не имеем права. Поэтому в этом есть проблема. Но надо разобраться комплексно. Что, как, может он действительно подходит куда-то под снос какой или еще что, я не знаю. Значит то, что вам говорили. Мы разберемся, поручение сделаю и дадим вам тогда ответ или будем вместе с вами думать, что делать и как жить там. Такой способ общения с властью уже отработанная схема. В частности для Брестской области, где ежегодно таким образом обрабатывается несколько сот обращений. Безоговорочные лидеры, жилищная политика, строительство и ЖКХ. Губернатор все вопросы берет на контроль. Некоторые объекты посещает лично. Если чиновники на местах не справляются с проблемой, проблемы, вопросы решаются. Конечно, многие ситуации сразу не разрешишь. Требуется время, но в конце концов людям помогают. Эффект прямых линий приемов граждан по личным вопросам очевиден. Из 36 обратившихся многие благодарили за помощь. В частности, жительница деревни Арепичи Жабенковского района Елена Ковальчук в октябре была на приеме в райисполкоме, который проводил Анатолий Лис. Жаловалась на некачественную, непригодную к употреблению воду. Без запаха и примеси можно было в дом привозить лишь с фермы. Такой расклад никому не будет по вкусу. Да и сантехника страдает, приходит в негодность. Сегодня Елена Михайловна позвонила на прямую линию, чтобы поблагодарить губернатора. Вопрос практически решен. Второй месяц идет, проводятся работы. И здесь вот это, значит, от фермы они провели водопровод. И там установили счетчики, но не хватило все равно мощности. И пошел сбой воды. А теперь в понедельник переустанавливают уже мотор, будет делать новый мотор. Привезут, установят новый мотор мощнее, который будет. И уже к среде обещают включить нам хорошую воду. Я не знаю по жизни, как-то так все получается, что вот когда-то была на приеме у депутатов, нам сделали хороший асфальт. В этом году сделали, проложили, вот выехали. Пять километров асфальта. Отличная дорога. Мы, конечно, все счастливы, потому что бездорожье закончилось. Ну, теперь второй вопрос. Нам хотелось бы воду. А там в перспективе еще газ хотим. Как бы хотеть хотим, но, конечно, это же деньги, это все стоит больших средств. Поэтому надеемся, что с помощью губернатора большое это, конечно, дело. Что прислушиваются к людям, помогают нам. Помочь людям цель подобных диалогов в поле зрения представителей власти должен быть каждый человек, обратившийся за помощью. И, как показывает практика, личный контакт – самая действенная мера в решении вопросов. А потому приемы по личным вопросам телефонной линии остаются популярными среди населения. Сегодня вопросы уже более реальных и те, которые действительно и необходимо решать, что меня радует. Действительно и граждане понимают, что где-то подсказывают. И вот вы видите и по организации, там, допустим, движение, значит, по чистоте в лесопарковых зонах и так далее. Это действительно те вопросы, которые нам необходимо органам власти решать. Ну и приятно то, что люди задают вопросы, на которые им можно помочь. То есть это реальные вопросы, которые сегодня требуют разрешения. Это жилищные условия, значит, торговое обслуживание населения. То есть вот оно немножко, я вижу, что в этом плане меняется. И граждане понимают, чем власти занимаются. И нам проще. На прямой телефонной линии представители средств массовой информации также задали главе региона ряд волнующих вопросов, среди которых и отключение освещения в городах в ночное время. Так оно и должно было всегда отключаться. Потому что после в час, в два ночи, зачем же освещать полностью города? Должно работать дежурное освещение. Но, к сожалению, на сегодняшний день оно не везде есть. Вот что произошло по городу Брест. Не из-за того, что кто-то сказал, что отключать полностью освещение. Начали отключать. Получилось так, что, значит, ну первая глупость была допущена, что начали отключать с 12 часов, когда еще транспорт весь работает, до часа ночи. Потом горосполком принял решение. Конечно, после часа. Опять, когда после часа начали до пяти утра отключать, значит, некоторые улицы, некоторые микрорайоны оказались без дежурного освещения. Вообще стало темно. Это тоже неправильно. Поэтому, ну, я думаю, что это отрегулируем с городами, по другим городам и населенным пунктам. Должно все быть по уму. Все поступившие на прямую линию вопросы будут проанализированы, рассмотрены. На все будут даны ответы. Но, опять же, заметим, на многие могли дать разъяснение и на местах в районных исполкомах. А значит, есть некие недоработки и цена вопроса уделить немного больше времени и внимания. Лариса Осмолович, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы «Букинформ». На минувшей неделе представители Брещины в составе большой правительственной делегации с рабочим визитом посетили Пакистан и Турцию. В ходе поездки делегаты приняли участие в социальных международных форумах, основная цель которых – развитие экономического сотрудничества и наращивание торгового оборота. Об итогах поездки нашему корреспонденту Анастасии Стропко рассказал заместитель председателя Брестского областного исполнительного комитета Андрей Клец. Подробности в следующем материале выпуска. Работать с Пакистаном можно и нужно. Эта азиатская страна динамично развивается, имеет выход к морю и хорошее транспортное сообщение. Пакистанский рынок интересен предприятиям Брещины не только в части своей собственной емкости, но и в части возможностей для работы с другими азиатскими государствами. Именно поэтому сегодня представители бизнес-сообщества региона стремятся наладить диалог с этой страной. Тем более, что заинтересованность в сотрудничестве обоюдна. Наши предприятия работали в удаленном доступе с Пакистаном, с провинциями Пакистана, с компаниями Пакистана. До этого мы провели встречу с послом Пакистана в Республике Беларусь здесь. Очень активно были представлены все ведущие наши предприятия. Была определенная заинтересованность и со стороны пакистанского посольства были сделаны четкие шаги, направленные на контакты с пакистанской стороной. После этого, когда мы уже были на форуме и общались там на месте, то было достаточно интересных именно целевых контактов. То, что касалось именно Брестской области. Это поставка пищевых продуктов, в частности сухого молока, в пакистанскую сторону, поставка каких-то тканей, пряжи в сторону Пакистана и обратно, точно так же хлопка, хлопковых нитей. Сегодня ведутся переговоры. Определенные попытки наладить деловые взаимоотношения с Пакистаном у некоторых предприятий Брещины были и раньше. Однако такое активное взаимодействие на разных уровнях началось только в текущем году. Эффект от сотрудничества можно будет оценить уже в ближайшем будущем. Вторая страна деловой поездки – Турция с Белоруссией и Брещиной, в частности, сотрудничает не первый год. На инвестиционном форуме разговор шел об укреплении и развитии отношений. Это рынок, который уже нам более широко известен, на котором мы уже сегодня работаем. В принципе, здесь шли переговоры об инвестициях, о турецких инвестициях в Беларусь. Мы представляли свои инвестиционные проекты. У нас есть и торговые контакты с Турецкой республикой. Два проекта готовятся к подписанию с турецкой стороной. Очень интересный, насыщенный был форум. Скажу так, что представительство турецкой компании тоже было очень широкое. В том числе и турецкие банки присутствовали, которые готовы оказывать финансирование как турецкой стороне, так и белорусской стороне. Турция давно работает на рынке Белоруссии, поэтому здесь уже отлаженные контакты. Это был более четкий форум. В настоящее время Брещино имеет торговые отношения со 115 странами мира. Из них больше половины составляют те, куда уходит белорусский экспорт. С каждым годом этот список становится шире. Появляются новые деловые контакты, отгружаются первые пробные партии товаров. В 2015-м впервые продукция под брендом «Сделано в Брестской области» отправилась в 11 точек мира. Предприятия региона начали поставки в отдельные африканские страны. Торговый диалог есть, к примеру, с Малайзией и Индонезией. Безусловно, сегодня наши компании в большинстве своем только учатся работать на далеких или экзотических рынках. Однако бизнес с бизнесом общий язык находит быстро, если есть желание развиваться и заинтересованность в конечном положительном результате. Мир меняется. И вот эти последние годы, скажем, с 2011 по 2015, показали нам, насколько быстро меняется мир, конъюнктура, спрос, предложение. Мы видим, какие проблемы у наших основных торговых партнеров. В общем-то, и страдает и европейский рынок очень сильно. Поэтому здесь нужно быть очень маневренным. Не зря в этом направлении сегодня проводится очень много семинаров, обучающих семинаров, как и наших белорусских, так и зарубежных. И здесь предприятия очень активно, самостоятельно принимают свои решения. Зачастую, когда мы знаем о семинаре, информируя наши предприятия, говорят, да, мы уже там. Поэтому поверьте, что они сегодня шевелятся и готовы. Особенно частный бизнес. Может быть, где-то чуть государственный, с долей государства чуть медленней. Наверное, за счет того, что крупные предприятия, им труднее изменять свои направления. Но и они сегодня этим работают. Очень активно работают. Анастасия Стропко, Эдуард Бакунович, Дмитрий Хрущ, Антон Луговкин. Телекомпания БУК-ТВ. Ушел из жизни по-настоящему народный артист. Актер, которому были подвластны все жанры, от комедии до трагедии. В его творческой биографии более ста ролей, каждую из которых он, как принято говорить, проживал, виртуозно окрашивая образ красками своего таланта. Речь идет о Константине Ивановиче Перепелице, актере, который почти 50 лет своей творческой жизни отдал одной сцене. Сцене Брестского академического театра драмы. 11 ноября его не стало. Заслуженному артисту Республики Беларусь Константину Перепелице было 78. Заслуженный артист Республики Беларусь Константин Перепелица. Так выйти на сцену мог только большой мастер. Одним выражением лица зажечь и завладеть вниманием зрителя на весь спектакль. Так жить на сцене мог только актер по призванию. Человек, чей талант не умещается между жанрами трагедии и комедии. Кем только не был Константин Перепелица за свою актерскую жизнь. Среди сотни ролей в театре и кино, душеприказчик Лука и услужливый чиновник-земляника, барин Лысуков и жених Тамбовский, молочник Тывье и Дон Кихотовский и Сан Чупанца. Каждая новая роль для Константина Ивановича была словно первой, не терпящей штампов и классических приемов. Только новые средства выразительности, новые эмоции и чувства. Только то, что называется полной отдачей искусству. Я с ним прожил, продружил, прообщался, прорадовался, иногда опечалился. 42 года – это тоже большая веха. Я его хорошо знаю как артиста, как партнера. Мы во многих спектаклях еще участвовали вместе, играли. Это был прекрасный партнер в каком смысле? Что он не позволял себе халтурить, не позволял и партнерам этого делать. То есть отдача на спектакле всегда была на грани такой невозможности. У меня до сих пор не отдален в телефоне его номер. Мне иногда кажется, что это тоже был какой-то спектакль. И что сейчас зазвонит телефон, и он мне скажет, как всегда, «Валенька, ну-ка зайди в пятую гримерку, есть разговор». Как только не называли Константина Ивановича друзья и коллеги. Фейерверк эмоций и чувств. Великий комик и большой ребенок. Кстати, последнее прозвище дала ему коллега по театральной семье, заслуженная артистка из улики Беларусь Тамара Левчук. На одной сцене они играли во многих спектаклях – «Ночной визит», «Портной», «Месяц в деревне» и других. Однако особое место в этом списке занимает пьеса «Барские причуды», в которой герой перепелицы, барин Лысуков, был до невозможности обаятелен и убедителен. Хочется выделить уровень его мастерства, потому что это был хоть спектакль, немножко насыщенный актерами, там было человек шесть-семь уже сейчас, я не поднимала эти бумаги, но это спектакль, который держался на нем. Публика ликовала, вы знаете. Мы всегда поражались, потому что пьеса, вот на современный взгляд, ну, как-то не совсем может быть сегодняшняя, не совсем того уровня, как нам казалось. Но что делает, а его величество актер на сцене, в данном случае Константин Иванович, он завоевывал зал, и этот спектакль шел у нас, шел уже года три, и еще бы шел. Мы так надеялись, что он еще будет идти. Сегодня в гримерке номер пять непривычно тихо и пусто. На столе нет текстов со сценариями, стены больше не украшают афиши спектаклей, а зеркало – фотокарточка с Чарли Чаплиным. Сегодня на месте привычных вещей – икона и портрет Константина Перепелицы, а в воздухе – скорбь об ушедшем актере, коллеге, друге и несыгранных ролях. Одной из таких стала игра в трагикомедии «Потерпевший гальдинер» по пьесе писателя-сатирика Виктора Шендеровича. Мы с ним начали репетировать спектакль. Я предложил ему пьесу, это очень ему понравилось. И он даже, находясь в больнице, мы с ним по телефону очень много говорили о роли, о спектакле. Я все просил Константина Ивановича, Костенька, для меня он Костенька. Я говорю, ну так, уже не заморачивайся, давай это вот мы как-то, постарайся найти в себе силы, все, слушай докторов, лечись, вот, а придешь, все мы сделаем. Да что ты, я уже почти текст весь знаю. Я говорю, да не учи ты весь текст, потому что все равно я буду делать сокращение. Но сокращение это же проще будет сделать, но и на сейчас. Я уже практически готов, я знаю. И вот этот спектакль мы хотели и посвятить его 50-летней творческой деятельности в нашем театре. Константину Ивановичу всегда было, что показать, рассказать и написать. Ведь кроме актерства он занимался преподавательской и писательской деятельностью. На его счету несколько романов и книг, одна из которых о коллегах по творческой эстезе. Он жил и работал буквально на износ, по-другому не умел. За его актерский талант и бесконечную преданность профессии Константина Ивановича многие называют мастером театрального искусства и говорят о нем только в превосходной степени. Он был очень добрый, он был очень внимательный, он был очень заинтересованный, он не был безразличен ни к чему, будь то роль, будь ли твой какой-то кусочек жизни, если у тебя что-то случилось, он обязательно вникнет, обязательно что-то посоветует с позиции уже своего жизненного опыта. При всем своем таком величии и значимости, он какой-то большой ребенок, он так умел радоваться всему, он радовался успехам на сцене актеров, радовался хорошим спектаклем. Вообще он был трудоголик, это уже не к курьезу, но может быть это тоже своеобразный курьез по его жизни. Он просто болел театром. Когда-то Фаина Раневская говорила о том, что она очень не любит слово «игра», «играть», потому что играть можно в карты или на бегах. «Я не играю», — говорила она, «я живу». Константин Иванович тоже не играл, он живет. Накануне Брещену с визитом посетила делегация из Китайской Народной Республики. В центре внимания — культура. В рамках встречи с руководством области Бресту было передано сразу 10 картин известных китайских художников. Экспонаты стали частью фонда художественного музея. Однако во время мероприятия разговор шел не только об искусстве. Обсудили и некоторые аспекты экономической составляющей отношений двух стран. Тему продолжит Анастасия Остробко. В составе прибывшей в Брест делегации представители Белорусской конфедерации творческих союзов. В Китае деятели искусств и предприниматели. А потому и разговор, состоявшийся в стенах Брестского облсполкома, получился разносторонним и охватывающим сразу несколько сфер жизнедеятельности. Наши страны давно стремятся к налаживанию взаимовыгодных контактов по различным направлениям. И такие визиты помогают лучше понять друг друга, найти точки соприкосновения. Немаловажную роль в этом вопросе играет изучение истории и культуры каждой из сторон. Я абсолютно уверен, что вам уже хорошо известна и история белорусской земли, белорусского народа, то, что вам смогли показать и рассказать, и культурная традиция. Важная составляющая встречи – передача картин китайских мастеров. Десять полотен, настоящих произведений искусства, написанных тушью и водяными красками, в традиционном восточном стиле были подарены области и будут храниться в художественном музее города над Бугом. Некоторые каллиграфические картины – отражение впечатлений после посещения Белоруссии. Даже я написал два стихотворения, которые затем были перенесены на полотна художниками-каллиграфистами. Это первый такой подарок Брестской области, но в дальнейшем мы планируем продолжить эту практику. Вполне возможно, что будущие произведения искусства окажутся посвящены Брестской крепости, которую посетили делегаты в рамках поездки. По признанию гостей из Поднебесной, этот символ мужества и стойкости человеческого духа достоин отображения на полотне, а потому множество сделанных в ходе экскурсии фотографий вполне могут стать первоисточником при создании новых картин, которые затем обязательно приедут в город над Бугом в рамках специальной экспозиции. Кто-то когда-то сравнил гитару с человеческой душой, способной передавать послания миру всего через шесть струн. И действительно, тому, кому удается овладеть инструментом, прочувствовать его и полюбить, рискуют быть признанными музыкантами. Во владении гитарой герой нашего следующего сюжета, юный брещанин Евгений Наварко, значительно преуспел. Сегодня игра на инструменте для него больше, чем просто увлечение, а успехи, подтвержденные высокими наградами на республиканских и международных конкурсах, говорят о том, что дарование далеко пойдет. О Евгении Наварко, недавно приехавшем с очередной музыкальной победой из столицы Словацкой республики города Братислава, подробнее расскажет София Бережная. На языке музыки можно передать свои самые сокровенные чувства, убежден Женя Наварко, а потому в разных ситуациях, когда приходит вдохновение в минуты радости и грусти, он берет в руки инструмент и начинает играть. Первое знакомство юноши с гитарой случилось в 7 лет, именно тогда он предпочел музыкальную школу спортивной секции, и, как признается сам, с тех пор ни разу не пожалел. Сегодня Женя Наварко выпускник музыкальной школы номер один, он вполне может похвастаться солидным багажом наград, однако скромный по натуре, делится воспоминаниями о первом опыте участия в конкурсе. Первый конкурс у меня был в Киеве в 2011 году. Начался он необычайно хорошо, а с первого места. Ехали просто на конкурс, просто побыть на конкурсе, а тут бац, и первое место. Был очень приятный сюрприз. География побед Жени Наварко чрезвычайно широка. Мальчик громко заявил о себе и на недавно прошедшем международном юношеском конкурсе классической гитары в Словакии. Завоевал гран-при, опередив представителей других стран. Высокая награда явилась результатом регулярных занятий и огромного желания постигать музыкальное искусство. А еще, по мнению наставника, у юноши есть свой секрет. Он умеет ноты сыграть так, что душе приятно становится. Поэтому я думаю, что грех опускать такой талант, надо развивать его. А конкурс является таким очень стимулирующим фактором, чтобы развиваться. Помимо диплома победителя с международного конкурса, Женя Наварко привез ценный приз – гитару ручной работы. Изготовленной в Малайзии. Дорогой подарок особенно порадовал юного музыканта. Личный инструмент по признанию Жени – его гордость. Игрой на гитаре юноша занимается увлеченно, как на уроке, так и дома. Любимому делу посвящает несколько часов в день. У нас нет музыкантов. Ни папа, ни мама, никто не занимался музыкой. Поэтому я окунулась вместе с сыном в этот мир. Мы когда начинали, в общем, так как я была постоянно с ним, я три года ходила с ним на занятия, можно сказать, что если только не на работе, то есть постоянно. Поэтому я была в курсе всего, и мы занимались постоянно вместе. Мне было это очень интересно самой. Поэтому все так шло как-то естественно, даже мы не замечали, даже иногда время проходило, там два часа сидит, и потом уже затекают ноги. Музыка – акустический состав, вызывающий аппетит к жизни, сказал когда-то российский историк Василий Ключевский. Это выражение как нельзя лучше подходит герою нашего сюжета. Увлеченный, вдохновленный Жене Наварко живет музыкой, отдаваясь ей целиком. И можно смело предположить, именно с ней юноша свяжется в жизнь. Есть желание связать музыку, сделать ее своей карьерой в дальнейшем. Получается, почему бы и нет. В принципе, нравится. София Бережная, Дмитрий Хрущ, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. На протяжении последних лет многие заведения во многом сменили свое узкоспециализированное амплуа. Музеи превратились в многопрофильные выставочные салоны, где проходят не только вернисажи, но и презентации проектов. Библиотеки в социокультурные объекты, в которых реализуются образовательные программы. Организуются встречи с творческими личностями. Даже кафе перестали быть лишь пунктом общепита. Здесь можно не только насладиться кулинарными изысками поваров, но и отдохнуть душой, послушав хорошую музыку, поиграв в настольные игры и потанцевав. К сожалению, пока таких заведений в нашем городе немного. Однако они все же есть. На одну из танцевальных пятничных вечеринок заглянула и наша съемочная группа, которая убедилась в том, что для того, чтобы творчески раскрыться, не всегда нужны лишь знания. Под звуки музыки на танцполе кафе появились пары. Многие из тех, кто решил провести вечер в приятной компании единомышленников, в Нью-Йорк кофе – постоянные гости подобных ярких встреч. В этот раз участникам танцевального марафона инструкторы клуба «Брест Старденс» предложили испытать необычные эмоции, погрузившись в культурный мир Англии, Франции и Африки. Попробовал станцевать в ритме Зука, именуемого еще и танцем феерии с романтичными нотками, соединяющими движения и фигуры из латиноамериканских танцев и музыки. Танец можно сделать всем, чем угодно. Это может быть яркая зажигательная вечеринка, где будет просто взрыв эмоций. То есть, если это танец, допустим, какой-то пары, то это может быть очень нежный, очень ласковый, чувственный танец. То есть, наверное, процентов 50, примерно половина наших танцев – это музыка, конечно же. И музыка бывает очень разная. В некоторых музыках есть скорбь, в других – радость и так далее. Поэтому, выразив музыку и выразив те эмоции, которые есть внутри, то есть можно сделать все, что угодно. Танец – поэма, в ней слово – движение. И от того, насколько гармонично ее выстроит каждый из партнеров, зависит, что почувствует зритель и сам танцор, создавая из элементов и шагов фразы и целые абзацы. Танец – это мир, погружаясь в который человек раскрывает себя и свои возможности, что, в свою очередь, способствует появлению вдохновения к жизни. Вообще, танцы – это настолько такое прекрасное веяние, которое наполняет всегда каким-то таким позитивом, жизнью и таким движением. Дайте волю чувствам и эмоциям, отбросьте страхи и начинайте танцевать. Именно такой посыл дают наставники своим ученикам. Хотя в этом случае звать людей особенно не приходится. Настолько заводная, искренняя и чувственная эта музыка. Музыка звука, которая в процессе обучения танцам сливается с музыкой души. Ее прекрасными порывами и уже становится неразделимой. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Дмитрий Хрущенко, Лубовкин. Специально для итоговой программы. Вы смотрели итоговую программу «Букинформ». И это все то, о чем хотели рассказать вам наши корреспонденты. А я напоминаю, на канале «Бук ТВ» работает горячая телефонная линия. Звоните по номеру 20-63-67. Делитесь своими проблемами, и мы попытаемся найти способ решить их. Если вы не успели посмотреть программу «Букинформ» в эфире нашего канала, у вас есть возможность увидеть ее на сайте буктв.бай. Познавательные, важные и актуальные темы, просмотр заинтересовавших вас сюжетов – все это вы найдете на сайте нашей телекомпании буктв.бай. Далее в программе прогноз погоды на ближайшие дни. А я, Павел Белявский, с вами прощаюсь. Хороших вам выходных дней, с добрыми новостями и до встречи в эфире. 22 ноября в Беларуси начнут поступать прохладные, неустойчивые воздушные массы северных широт. Похолодает. Ночью, местами, днем на большей части территории Брестской области пройдут кратковременные осадки. Мокрый снег, дождь. В отдельных районах туман, слабый гололед. Ветер переменных направлений умеренный. Температура воздуха минимальная ночью – 1-3 градуса со знаком «плюс» до 5 днем. 23 ноября на фоне роста атмосферного давления продолжится поступление прохладных воздушных масс с северо-запада Европы. Местами ожидается кратковременный мокрый снег. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман и гололед. В течение суток ветер сменит направление с северо-восточного на восточный умеренный. Температурный фон в течение дня будет колебаться в пределах 1-5 градусов со знаком «плюс». Субтитры создавал DimaTorzok